Контакт с папой тоже должен быть? Да. Мы все замужем. И вид груди его не пугает. Нам нужен результат. Какой? Сытый, здоровый ребенок. Ну, я же его уже родила. Значит, мы уже связаны. Интересуясь чужим мнением, ты рискуешь его услышать. А услышав, ты должен будешь с ним считаться. Писал Фредерик Бекбедер. А мы в программе «Я вас услышал» раз за разом это подтверждаем. Найдут ли что-то общего эти два лагеря, чьи мнения диаметрально противоположны? Сегодня узнаем. В студии «Я вас услышал» шесть человек. У них абсолютно разные мнения на одну и ту же тему. Им предстоит высказать свою точку зрения и выслушать чужую в трех раундах. Как будет меняться их настрой, подскажут кубы. А сблизятся они или нет, выясним в конце на специальном поле. Каких-то 20-30 лет назад этот вопрос был личным делом каждой женщины. В крайнем случае споры шли в узком семейном кругу. Теперь же в мире раз в год проходит всемирная неделя грудного вскармливания. Соседки закатывают глаза и говорят, «Вот раньше коровье молоко пили и ничего все здоровыми были». А на любом уважающем себя интернет-форуме обязательно есть тема «Грудь или смесь». Сегодня у нас в студии те, кто уверен, что лучше молока матери ничего нет. Это моя команда и мы. Те, кто считают, что польза грудного вскармливания слишком преувеличена у нас в обществе. А женщины в своем стремлении к естественности зашли слишком далеко. Ева Гукалова не собирается выставлять свою грудь на показ даже для кормления ребенка. Еще до того, как стать мамой, я знала, что мои дети будут на грудном вскармливании. Раиса Архангельская, мать семерых детей, всех кормила грудью. Если бы искусственное вскармливание было лучше, то природа сама бы его придумала. Точно так же можно вырастить ребенка на смесях. Виктория Зиновьева не планирует кормить грудью, чтобы не испортить свою фигуру и психику. У меня есть живой пример, когда моя знакомая пыталась наладить грудное вскармливание, в конце концов она довела себя до больницы. Во-первых, я мама двоих детей, во-вторых, я 10 лет работаю с беременными, с кормящими. Елена Лазаренко, слингомама, сторонник естественного воспитания и кормления. Я вижу даже отличия от деток, которые на грудном вскармливании и, например, не на грудном. И мам, кстати, тоже. У меня двое детей, и оба находятся на смеси. Серафима Воронова, мама двоих детей, кормила их искусственной смесью. Такое решение я приняла, потому что это очень удобно. Я могу быть мобильной, могу выдвигаться, куда хочу, могу элементарно заняться собой, своим здоровьем. Спустя год после моего материнства я решила, что я стану консультантом по грудному вскармливанию. Ольга Ступницкая, консультант по грудному вскармливанию. Это никакая не блажь, это физиологические потребности ребенка. Нужно просто понимать, как устроен организм и детский, и женский. В этот момент есть потребность у всех сторон как можно дольше продолжать это действие. Давайте начнем. Шаг первый. Участники приведут свои аргументы, а их позиции будут отражать губы. Зеленый согласен. Красный не согласен. Желтый частично согласен. Женщины, которые не кормят грудью, разрывают связь с ребенком. Нет. Ну, я же уже родила, значит, мы уже связаны. У женщин, которые не кормят грудью, будут психологические проблемы у детей в будущем. Какие? Это рефлекс, который угасает в течение первых трех лет жизни. Если ребенок удовлетворил этот сосательный рефлекс, то в дальнейшем его не будет это беспокоить. И проявляться в каких-либо других видах деятельности. Это может быть курение, это может быть еще какие-либо зависимости. Я не согласна. Теперь, Ева, ваши аргументы для Ольги. Я считаю, женщины, которые вовремя не закончили грудное скармливание, у них нет личной жизни. Ребенок не преграда для личной жизни, не преграда для самореализации. Да ладно, сколько пар разводится в первый год жизни ребенка? Да, именно из-за кормления. Ребенок просто подсвечивает разные моменты в отношениях, какие-то слабые места, где сложности, так скажем. И так рвалось, да? В общем, вы не согласны, да? Да, я не согласна. Ева, что я начинал? Женщины, которые кормят в общественных местах, они просто хвастаются. Показушничаются. Показушничаются, да. Смотрите, чего есть. Грудное скармливание – это естественный процесс. И если ребенку нужно вот именно в этот момент приложиться к груди, то это никакой не показушниче. А спрятаться как-то не пробовали? В смысле, куда? Под дерево? Под куст? Куда должны сраться? Специальные места пойти. Даже если... Ладно, вы не согласны. Я не согласна. Его последний аргумент. Женщины, которые с гордостью рассказывают, что они кормят грудью, им нечем больше рассказать. Грудное скармливание просто это на самом деле очень важный этап в формировании ребенка, поэтому женщина по праву имеет это право гордиться тем, что она кормила ребенка груди. Да, сложный период. Да, сложный процесс для многих. Определенную сложности. Поэтому почему бы об этом не сказать? Да, поэтому я не согласна. Теперь Лена. Женщины, которые не кормят грудью, в полной мере не познают радости материнства. Нет, я не согласна. Ну, разве это... Ну, материнство состоит в том, чтобы кормить ребенка грудью? В том числе. Это инстинкт. Ребенок новорожденный, он может по запаху сам найти грудь и приложиться. Причем, заметьте, любую, а не только материнскую. Именно материнскую. Материнскую. Да перестаньте, у вас кормилицы были всю дорогу в истории человечества. Ну, о чем мы говорим? Это этап. Это этап. То есть молоко может прийти даже у приемного родителя, но не в моменте. То есть это высокая такая эмпатия. Елена, есть еще что сказать? Женщины, которые слишком рано заканчивают ГВ, пасуют перед любыми сложностями в жизни. Нет, я не согласна. А зачем вообще, да? Да. Зачем себе сложности дополнительные создавать? Вот именно. Вы не согласны ни с одним из наших аргументов? Нет. Хорошо. Вам есть что нам сказать? Женщины, которые кормят грудью в общественных местах, нарушают нормы и чужие границы. В наше время сейчас есть определенные приспособления, например, milk snoot, которым можно аккуратненько закрыться, и никто не увидит этот тайный процесс. Женщины, которые долго кормят грудью, плохо выглядят и не следят за собой? Я не согласна. Смотрите на наших женщин. А сколько они кормили? Я кормила своего ребенка, младшего, до двух лет, двух месяцев. При этом я вела социальную жизнь, с двух месяцев путешествовала, строила бизнес, зарабатывала миллионы. Мне это не мешало, прекрасно выглядело. Женщины, долго кормящие грудью, променяли мужа на ребенка? Мы все замужем. Пока. На самом деле одно другому не мешает. Я не вижу связи. Ладно. Вы не согласны? Я не согласна, конечно. Раиса, у вас семеро детей? Ну, у меня семеро детей. Я до сих пор кормлю моей младшей дочери больше полутора лет. Старше? Я продолжаю кормить. Старше 16, тройняшкам 10 и младше полтора. Я всех кормила. Сколько суммарно лет вы кормите? Больше пяти лет. Я считаю, допустим, я кормила тройню одновременно, и я не делю на это на разные годы жизни. Хорошо. Ну что, Раиса, ваши аргументы от матери многодетной. Серафима, держитесь. Пошли за третьим. Нет, я не понимаю. Но если серьезно, я считаю, что женщина, которая не кормит грудью после рождения ребенка, она идет против природы. Что значит против природы? Я такая же мать. Я от своего ребенка еще не отказалась. Он со мной. Я его кормлю с бутылочки. И ребенку от этого не хуже. Женщины, которые не кормят грудью, рискуют своим здоровьем. Мое здоровье, наоборот, только улучшилось. Я ее перевела на смесь и свободно хожу по врачам и восстанавливаюсь после кесарево сечения. Женщины, которые не кормят грудью, не заботятся о здоровье ребенка и растят хилых детей. У меня двое детей, и я могу по пальцам пересчитать одной руки, сколько у меня ребенок за 4 года болел. Вы, получается, не согласны ни с одним из наших аргументов? Нет. Ну, хорошо. Давайте ваши. Женщины, которые долго кормят грудью, сильно зациклены на этом. И им не о чем больше пообщаться с другими мамочками. Я с этим не согласна. Я считаю, что женщина, которая не может ни о чем другом, кроме грудного вскармливания, поговорить, это значит, что просто женщина ничего другого не видит в своей жизни. Женщины, которые долго кормят грудью и потом не могут долго также отучить, ломают психику детей. Отучивание от груди в ранний период еще сильнее ломает психику детям. Те, кто долго кормят грудью, обманывают других из себя в пользе грудного молока. У меня вообще просто мимо ушей пролетело, потому что это какое-то... Что тут сказать? По-моему, это пустословие какое-то. Что тут можно вообще сказать? Просто, может быть, вас, может быть, грудью не кормили? Нам есть что сказать. Может, вы через это не проходили? Итак, Раиса, вы с Серафимой не согласны? Абсолютно. Нет, не согласна. Ну что же, у нас все горит красным, а это значит, что гости в корне не согласны друг с другом. Есть ли у нас шанс заставить их услышать друг друга? Сегодня у нас в студии те, кто уверен, что лучше молока матери ничего не может быть. Это я и моя команда. И мы, те, кто считают, что польза грудного вскармливания слишком преувеличена у нас в обществе. Ева Гукалова считает грудное вскармливание неоправданно хлопотным делом. Незнание порождает страх, убеждения, мифы. Ольга Ступницкая, консультант по грудному вскармливанию. Если бы как можно больше женщин знали действительно, что это и как это устроено, я думаю, вопросов бы здесь возникало намного меньше. Скорее всего, эти люди заложники стереотипов. Виктория Зиновьева уверена, молочные смеси – выбор современных мам. Мне кажется глупым аргумент, что ребенок, вскормленный грудным молоком, будет обладать большим иммунитетом, чем ребенок, вскормленный на смесях. Но это не альтернатива. Это снятие ответственности себя. Зачем ты тогда вообще рожаешь? Елена Лазаренко не сомневается, что грудное вскармливание – верный способ вырастить здорового ребенка. Для меня сравнивать альтернативу к грудному вскармливанию смесь с бутылкой, для меня это что сравнить мою настоящую руку с протезом. Бесит то, что они пытаются доказать, что это очень полезно. Серафима Воронова сама выросла на смеси и своих детей кормила из бутылочки. У меня было двое кесарева, поэтому мне смесь подошла прям идеально. После кесарева очень тяжело уложить с собой ребенка и его кормить. Вот это первая причина. Вторая причина – это то, что гормоны очень сильно играют после родов. Если я психую, психуется ребенок в итоге потом, то, что через молоко он получает все вот эти гормоны. Ну и кому от этого польза? По сути, она отказалась от грудного вскармливания, потому что ей страшно, ей было больно, и у нее какие-то с этим теперь страхи. Раиса Архангельская. Уверена, отказ от грудного вскармливания – ошибка. Ну, я думаю, ошибка в системе выбора. Как баг в голове, как сбой системы какой-то такой. Ну, в мышлении, не в мышлении, да, в жизненной программе. В первом раунде участники привели свои аргументы. Ева заявила, что женщинам, которые кормят грудью, больше похвастаться нечем. Ольга, напротив, отметила, что тут есть чем гордиться. Ведь процесс кормления грудью не каждому дается легко. Виктория обвинила кормящих матерей в нарушении личных границ. А Елена заметила, что в современном мире много приспособлений, которые помогают покормить ребенка грудью, незаметно для окружающих. Раиса сказала, что родители на смесях растят хилых детей. Серафима привела в пример своих малышей и доказала, что это не так. Пока все участники категоричны и остаются на красных кубах. Услышат ли они друг друга, узнаем дальше. Ну что ж, участники нашей программы продемонстрировали свое мнение очень категорично. У нас все горит красным. И пока, судя по всему, они далеки от того, чтобы услышать друг друга. Это значит, что пора нам вступать в игру. Приступим к сближению. Шаг второй. Настало время фактов от ведущих. Выводы ученых, данные статистики и реальные случаи из жизни. Заставит ли все это участников проекта усомниться в своей правоте? Посмотрим. Уважаемые участники, сейчас у вас будет шанс поменять или даже откорректировать свою позицию. В зависимости от вашего согласия или несогласия, кубы под вами будут менять свой цвет. Не пугайтесь, они будут либо такими же красными, если вы будете продолжать быть несогласны друг с другом, либо они станут желтыми, это частичное согласие, либо зелеными, это полностью согласие. Ну что ж, перейдем к сути вопроса. Сенатор Лариса Уотер стала первой женщиной-политиком, покормившей грудью ребенка в парламенте Австралии. А в Бразилии депутат Мануэла Давилья кормила ребенка грудью прямо во время произнесения речи на заседании. Но самым скандальным, наверное, стало фото американских женщин-военных, одетых по форме и при этом кормящих детей грудью. Вопрос только в том, свобода это или распущенность. Предлагаю это обсудить. Вообще, как вы относитесь к женщинам, которые кормят грудью не за закрытыми дверями? Ну, это неэтично. Это некрасиво, по крайней мере. Почему я должна смотреть на чью-то оголенную грудь? А часто вам приходится смотреть на чужую оголенную грудь, кормящие женщины? Ну, бывает. Летом особенно. Да, летом. Когда на пляж идешь, там все кормят. У всех такое отвращение, да? Да, также гуляю на детских площадках, когда, допустим, мой взрослый сын смотрит на женщину, которая вот достала грудь и кормит ребенка. Он постоянно спрашивает, что это? Зачем она это делает? А что, вы ей можете ответить честно? Я ему отвечаю, это молоко, она кормит ляльку. Он говорит, а почему нельзя дать простое молоко корове? Я говорю, ну, вот так вот нельзя, потому что она должна кормить. Потому что корове молоко для корова, для теленка. На самом деле, мне кажется, мы, уходя от истоков, да, теряем вот тот самый импринтинг, связь с детьми, что не есть хорошо. Мы идем к результату. Нам нужен результат. Какой? Сытый, здоровый ребенок, который произойдет в жизни меня и мои самые лучшие ожидания. Так результат один, он поест. Нет. С одной стороны, это так. То, что есть в грудном молоке, да, иммуноглобулины, они есть только в грудном молоке. Никакая супермодная смесь не заменит тот состав, который есть в груди. Но для меня вообще процесс сравнивать, процесс кормления грудью. Сейчас это вы про полезность молока пытаетесь, да, рассказать? Ну, сейчас. Вот у нас есть Серафима, у которой двое детей, и они здоровы. Сама Серафима вас кормили грудью? Нет. Вы здоровы? Да. Упс! Не кормление грудью. Я даже не знала, что мне кормили смесью. Это мне мама потом сказала. Я говорю, мам, почему вот все бабушки навязывают, что надо кормить только грудью, и не дай бог, что ты там что-то съешь, потому что ребенку будет плохо. Она говорит, так а почему я должна вам навязываться? Говорит, у меня трое детей, ну, моей мамы. Я говорю, вас всех кормила смесью. Говорит, вы все выросли нормальными, адекватными. Ну, во-первых, диеты никакой не требуются. Грудное прикладывание к груди сразу же при рождении создает один импринтинг, а прикладывание к бутылке – другой. Чаще всего, когда женщина выбирает искусственное вскармливание, она идет от удобства, от того, что ребенка может покормить не только мама. Контакт с папой тоже должен быть. Да. С папой, с бабушками. Начинается хождение ребенка по всем возможным рукам. И момент привязанности к одному взрослому. Потому что есть многочисленные исследования о том, что человек, с которым взаимодействует маленький ребенок, важно, чтобы был один. А потом эти же мамы говорят, что папа им не помогает. Ой, я вас умоляю, он должен кормить обязательно. Он может и бы другим образом взаимодействовать с детьми. Мне вот другая позиция удивила ваша. Вы говорите, пусть они грудью кормят дома. То есть женщина, которая выбирает грудное вскармливание, должна сидеть дома в заперти и не выходить? А почему нет? Ну почему нельзя садиться, например, взять бутылочку с собой? Да. Зачем вот так усвожнять жизнь? Как мы можем сравнивать еду ребенку, когда она всегда в нужной температуре с вами, с бутылочкой, которую нужно стерилизовать, замешивать эту смесь, подогревать, подогревать. Где могут быть какие-то бактерии попадать? Да не надо ее стерилизовать галереи, нет бактерий. Да, там вообще идеальное все. Вот именно, приложил к груди и все отлично. Когда женщина выходит просто сама с собой, со своей грудью и ребенком из дома, ей не нужно ничего там сцеживать, не нужно ничего подогревать, не нужно ничего не стерилизовать. Да, ей проще другим женщине стерилизовать, конечно. Ребенка подожжить груди и все. А чем? Дополнительные средства возникают, когда идет искусственно вскармливание. Это нужно подогреть, нужной температурой бутылку, это нужно ее простерилизовать, это нужно, видимо, еще пустышки использовать, потому что не будет достаточно от бутылки сосательного рефлекса. Соответственно, будет портиться челюстно-лицевой аппарат, это будет нарушаться прикус, зубы будут выезжать вперед. Это не доказано. Как это не доказано? Если миллион и один случай, и все это проведено с точки зрения исследований. Это абсолютно не доказано. Так же, как и польза молока не доказана, с такой эффективностью, что она лучше намного смеси. Нет этих доказаний. Давайте представим такой момент. Моя команда объяснила необходимость кормления. Но при этом у нас нет возможности. В Санкт-Петербурге, например, если вспомним, женщину выгнали из кафе за попытку покормить 4-месячного малыша грудью. Вы считаете это нормально? А где они должны были кормить? Согласны со мной, что нужно заниматься не порицанием, а удобствами? Ну да. Организация пространства. Организация пространства? Согласны со мной, да? Ну да. Хоть в этом вы со мной согласны. Потому что комфорт же надо для всех обеспечивать. Не только для матерей, но также для инвалидов. Слушайте, ну ладно, когда речь идет реально о необходимости, когда ребенок хочет есть, некуда деться в этот момент. Допустим, случилась такая ситуация. Но что касается недели грудного вскармливания, вот этих мероприятий, когда сотни, тысячи женщин собираются в одном месте только для того, чтобы всем вместе, в едином порыве покормить детей грудью. Это больше похоже на какую-то провокацию. А где там нарушается? Ну я считаю, что пока в этот момент это ваше восприятие ситуации. Я думаю, такие акции направлены на то, чтобы просто немножечко возвращаться к истокам. Потому что сейчас производители смесей, они очень активно сотрудничают с медперсоналом, например. То есть мамочка приходит, ей там в роддоме не рассказывают, как правильно покормить грудью, что не надо её мыть, не нужно её сцеживать, что просто приложил, и все счастливы. А ей дают несколько листовок смеси. Вы знаете, будет плакать, дайте смесь. Он поспит три часа, потому что смесь – это тяжёлый продукт. Она очень долго переваривается, забивая кишечник. И ребёнок спит три часа не потому, что он наелся. Отсутствие верной информации. Донести, что если ребёнок плачет… Не знали вообще, что делать? Вот ребёнок родился, как его правильно приложить? Это не значит, что он голоден, что ему нужно тут же дать смесь, чтобы его накормить, что молозива достаточно для маленького ребёнка, у которого желудочек с вишнёвую косточку. Для меня сравнение груди, мы говорим о кормлении грудью, равносильно тому, что мы будем живую, нашу настоящую ногу, сравнивать с протезом. Я предполагаю, что смесь – это прекрасно, когда мама заболела, или, не дай бог, ещё что-то хуже случилось. Но когда она отказалась от незнания информации, то пускай она об этом знает. И в следующий раз, когда у неё появится ещё малыш, например, уже задумается. Елена, ну получается, вы согласны с тем всё-таки, что кормить грудью или не кормить – это личный выбор каждой женщины, и осуждать его не стоит? Однозначно, это выбор каждого. Но главное, чтобы была верная информация всё-таки изначально. Хорошо. Вы со мной согласны. Сегодня у нас в студии те, кто уверен, что лучше молока матери ничего не может быть. Это я и моя команда. И мы, те, кто считают, что польза грудного вскармливания слишком преувеличена у нас в обществе. В студии я вас услышал. Шесть человек с абсолютно противоположными взглядами на одну и ту же тему. Сегодня выясняем, что лучше для мамы и ребёнка – грудное вскармливание или смеси. Ева Гукалова думает, что грудное вскармливание – тяжёлый процесс. Это максимально простой, естественный способ накормить ребёнка. Ольга Ступницкая помогает молодым матерям наладить процесс грудного вскармливания. Это способ утешить ребёнка. Это способ поддержать ритмы снов и бодрствования. Когда уложить ребёнка спать, просто дать грудь, и он уснёт. То есть это максимально просто. Не моё это. Я не корова, простите. Серафима Воронова считает, что проще дать ребёнку бутылочку, чем вытаскивать грудь на глазах у прохожих. Я всё-таки куплю смесь, дам бутылочку. Неудобно на прогулку взять везде. То есть ребёнок вот. Он же со мной? Со мной. Ну и что ж ты ешь в смесь? Ничего страшного. Ребёнок весе не теряет, это улыбчив, и всё у него замечательно. То, о чём думает мама во время кормления, влияет на то, каким будет молоко. Раиса Архангельская уверена в чудодейственной силе грудного молока. Есть же выражение, что мы впитали с молоком матери. И реально мы как бы впитываем мир, впитываем мать, впитываем её систему, в том числе продолжение системы ДНК с молоком. Главное, чтобы было хорошо и маме, и младенцу, и неважно, грудное это вскармливание, или же смеси. Виктория Зиновьева считает молочные смеси отличной альтернативой материнскому молоку. Есть такое мнение, что когда ребёнок вскармливается грудным молоком, у него лучший иммунитет. Но учёными доказано, что как только прекращается грудное вскармливание, у него иммунитет точно такой же, как у ребёнка, которого вскармливали смесями. Грудное вскармливание – это не только про кормление ребёнка грудью. Это процесс гораздо более глубокий, чем кажется. Елена Лазаренко верит, что естественное кормление влияет на эмоциональный контакт между мамой и ребёнком. Это формирует базовое доверие к миру. И во взрослой жизни, я как ребёнок, которого отлучили в 6 месяцев от груди, я прорабатывала уже в зрелом возрасте вот такую вот отлучку, это расставание. В начале второго раунда участники начали обсуждать нормы кормления грудью в общественных местах. Ева полностью согласилась, что основная проблема не в матерях, а в организации пространства. После долгой дискуссии Елена признала, что готова уважать личный выбор каждого и не осуждает женщин, которые кормят детей из бутылочки. В результате на зелёных кубах уже два участника. Поменяют ли свою точку зрения остальные? Скоро узнаем. А между прочим, в авторитетном медицинском журнале «Ланцет» опубликовали данные длительного исследования, которое говорит о том, что дети, вскормленные грудью, во взрослом возрасте демонстрируют более высокие результаты тестов на IQ и больше успехи на профессиональном поприще. Как вам такое? Да странно. Чем-то не кормили, если честно, раньше, согласитесь, там и козьим молоком, и коровьим, и ничего, и без наслаждения. Именно поэтому наше поколение со своими родителями не испытывает вот этого базовой привязанности, базового доверия, которое сейчас, слава богу, пропагандируется, и ребёнок с мамой имеет конец. Да может, тело в другом. Ну, смотрите, у меня ребёнок, а он же растёт, и то, что я его кормила в детстве грудью, бутылкой, соской, да неважно, если я с ним не занимаюсь дальше, он не будет ко мне привязан. Вот если всех детей собрать в садике, кто кормил грудью, кто кормил смесью, и задать вопрос воспитательнице, вот кто? Кто из них на смеси, а кто на груди? Ведь отличий они не увидят. Они развиваются абсолютно одинаково. Если с детьми заниматься, они будут на одном уровне, понимаете? Если ты сама спокойная, спокойная, адекватная, то я не думаю, у меня есть примеры из практики, когда немножко с другой историей, но в целом там было грудное вскармливание, в какой-то момент завершилось резко грудное вскармливание, и резко ребёнок стал агрессивным, он перестал быть тактильным, он отталкивал маму от объятий и так далее. И вот видно, когда ребёнок выращен на грудном вскармливании, он очень нежный, он очень ласковый, он очень восприимчивый и эмоциональный, он открыт к этому миру, потому что его вот здесь приняли в самом начале, в самом после рождения моменте, дали ему всё, что необходимо. И вид груди его не пугает. Это же очень важный момент. Очень важный момент. Когда у него всё хорошо, он родился, и он ждёт хорошего продолжения мира, а заместо этого ему как бы суют занозу в виде бутылочки, которую потом, когда он растёт, может быть, он её и не помнит, но наступит время, чтобы реализоваться во всей красе, и ему тогда надо будет сначала убрать эту занозу, которая появилась из-за такого момента в жизни, что не было продолжения вот этого рая через грудь. Как это вообще? Это просто еда. Как оно может вот так вот влиять на человека? То есть вы думаете, природа ошиблась, создав зрун с молоком, который приходит? А если я всажу своё молоко в бутылку, это будет что? Вы так усиленно говорите про природу, но опять же в природе малыши, допустим, мама погибает, запросто их выкармливает даже представитель другого вида, вот вплоть до этого. Это в качестве исключения. Это как раз как коровье молоко. Да почему это? Как молоко и завсианки. Это как раз тот самый случай, когда может пригодиться смесь, если мама умерла. Природа не ошиблась, и она создаёт то, что продолжает и развивает жизнь. И если бы смесь была природной, то природа бы её создала. И мы начнём с того, да, смотреть, а откуда появилась смесь? Она была создана как вспомогательный инструмент. Хорошо. Пока у меня у самой два месяца ребёнок лежал в реанимации, я продолжала грудное вскармливание. Когда не было смесь, и давала бутылку. А как же молоко? Это масса людей, это же плохо. Коровьем и козьим молоком. Как это нельзя было? Когда всех кормили. Ты что? Это сейчас нельзя как раз. А тогда всё было можно. Бутылочка тоже ей нельзя пользоваться. Извините, одна баночка, что это же самая классная. Единственная необходимость, она не нужна. Так вот о чём речь? Инструменты. Вы представляете, как самая мама бы выжила, чтобы не умереть? И каждый месяц покупать баночки по 700 рублей. Если отец может работать на смесь, я буду кормить смесью. Зачем я буду себе усажнять жизнь? Но это удобно. Вы по маме. Естественно, я ее перевела, потому что мне так удобно. Вы тут начали про пользу для ребёнка, да? Именно вот польза для ребёнка оправдывала свой выбор британка Шерон Спинг, которая кормила грудью свою младшую дочь Шарлотту до 10 лет. И у неё, между прочим, уже много иномышленников, которые тоже кормят грудью в 7-8 лет и планируют также дотянуть до подросткового возраста. Но это же даже представить, жутко, ребёнок приходит из школы домой, делает домашнее задание, а потом они с мамой сливаются в гастрономическом экстазе, или как это вот выглядит, мне даже сложно это представить. Вас эта картинка не коробит? Но это крайности. Это же не норма. То есть есть определённые... Как не норма? Она это всё тоже оправдывает в пользу для ребёнка. Она ему иммунитет создаёт, связь опять же. Есть документы, где сказано, что минимум 2 года грудное вскармливание ребёнку необходимо. До 3 лет ребёнок может совершить манёвр, то есть обычно это идёт угасание и уже завершение, если мама всё сделала грамотно, наладила отлучки, понимаете, уходила... Там после года кормление уже после снов. И зачастую только дома, да, вокруг снов и ко сну, да, ночью. Ребёнок сам отказывается в дальнейшем. То есть вот я после года... Извините, вот эти дети 7, 8, 10 лет и не отказываются. Ну, если мы возьмём историю, то, как говорится, Чингисхана тоже выкормили до 6 лет, и он вырос вот таким вовремя. По легенде. Давайте по легенде. Да, по легенде. Уточнять. Но в целом, конечно, здесь я тоже согласна с Еленой, что это крайности, когда это уже фанатизм, это уже неспособность мамы сама сепарироваться от ребёнка и вредит и, собственно, психике ребёнка, и самой маме слишком длительно, когда это больше 3 лет. Когда мы говорим о грудном вскармливе от нуля до трёх, и тоже здесь нужно понимать, что в один месяц это будет один, одно грудное вскармливе, в два с половиной года это будет там одно-два прикладывания за сутки. Но при этом ребёнок получает невероятное количество иммуноглобулинов, получает ферментов, которые помогают ему переваривать, собственно, пищу со стола. И всё, и всё-таки, Ольга, вы согласны со мной, что долго кормить, ну, больше трёх лет, да, это ненормально, это даже, возможно, тормозит развитие ребёнка. Ну, не тормозит, но это влечёт за собой ряд последствий. Да, я согласна здесь. Кстати, насчёт тормозит, это как раз про сепарацию, есть даже исследования, которые говорят о том, что ребёнок, который вовремя не смог отлучиться от мамы и стать самостоятельным, он действительно потом приторможен в плане каких-то эмоциональных реакций. Как же так-то? Он не может самостоятельно. Всё в молоке содержится. Есть возрастные особенности. Ребёнок взрослеет, соответственно, после года кормления вокруг снов, если мама делает это грамотно. Я ребёнка после года в общественных местах не кормила, в этом не было никакой необходимости. Он не кричал, не срывал с меня майку, потому что были грамотно сформированы отлучки. Личные границы. Поведение под грудью формируют мамы. Здесь ответственность женщины сформировать и организовать этот процесс так, чтобы это было комфортно и ребёнку, и маме в том числе, когда ребёнок уже подрастает. Сегодня у нас в студии те, кто уверен, что лучше молока матери ничего не может быть. Это я и моя команда. И мы, те, кто считают, что польза грудного вскармливания слишком преувеличена у нас в обществе. В студии я вас услышал шесть человек с абсолютно противоположными взглядами на одну и ту же тему. Сегодня выясняем, что лучше, грудное вскармливание или искусственное. Ева Гукалова считает опасным пропаганду грудного вскармливания. Это и вопрос удобства и адекватности, мне кажется. Елена Лазаренко уверена, женская грудь главный помощник всех мам. Ребёнок где-то капризничает, сел, покормил в любой момент. Не начинается вот этого кипиша, нам нужно срочно домой, бутылки, кипяток, стерилизация и вот это вот всё. У меня не очень хорошее отношение к женщинам, которые в общественных местах вываливают свою грудь и начинают кормить малыша. Виктория Зиновьева считает, что кормить грудью ребёнка на глазах у всех недопустимо. Это как минимум неэстетично, неприлично может быть. Я думаю, что наше общество движется к принятию этого процесса. Ольга Ступницкая надеется, что люди научатся принимать естественное кормление без осуждения. Чтобы женщины не закрывались в своих домах и накапливалась эта депрессия, потому что я никуда не могу выйти ни без ребёнка, потому что я волнуюсь о том, как он там останется. И с ребёнком не могу, получается, выйти, меня тут осудят. Ступят за молоко те, кто смесь не пробовал. Серафима Воронова пробовала кормить детей грудью, но безуспешно. У нас все бабушки только за смесь, потому что все бабушки тоже кормили смесью. Я тоже выросла в том числе на смеси. И всё окружение, которое меня окружает, мы все на смеси. Те, кто на грудном молоке, у них больше склонность к процветанию в жизни. Раиса Архангельская волшебный момент кормления грудью не променяет ни на что. У меня у самой дочь была на искусственном вскармливании в реабилитации. И я знаю, что те два месяца, вот те недели, когда она была без грудного вскармливания, это повлияет на её жизнь. К середине программы к участникам на зелёных кубах присоединилась Ольга. Консультант по грудному вскармливанию признала, какие бы плюсы ни были у молока матери, но естественное кормление после двух лет желательно заканчивать. В результате на красных кубах остались три участника. Посмотрим, как изменится их мнение дальше. Если не поднимать тему долгокормления и сконцентрироваться на вопросе кормить или не кормить, в принципе, мне кажется, ответ очевиден. Вот у меня вопрос, вы говорите про ребёнка, ребёнку, ребёнку это надо, а вам как? Как, ну, у него же режутся зубки. А зачем рожать? Ну, то есть, когда ты, у тебя возникает мысль родить ребёнка, привести, да, на эту, в этот мир ещё одного человека, наверное, ты осознаёшь, что будет этап до двух лет, когда ты должна погрузиться, дать самое важное. Ребёнок очень быстро вырастает. Как я, знаете, люблю немножко себя отрезвлять, что всего 18 там раз мы встретим с ребёнком Новый год, а потом, скорее всего, он уже захочет встретить его с друзьями. Если вдуматься в эти цифры, то два года из-за вообще разреза всей жизни это ничто. Чтобы дать грудное молоко, чтобы дать вообще, да, базовое доверие, на которое будет потом, на которое опираться будет потом человек уже во взрослом возрасте. Ну и вообще, по ощущениям, так как? Не одной грудью базовое доверие создаётся. Конечно, не одной. Условно алкоголички, которые кормят грудью, но я думаю, с доверием там будет полный шмар. Но понимаете, когда ребёнок рождается и когда у вас есть эта информация, да, у вас даже не возникает мысли ставить на одну чашу весов там бутылочку и грудь. И вот как я слушаю, я оставлю бабушке, там кому-то ещё, и пойду. А зачем рожать? Есть только вы, есть ребёнок, а у меня есть ещё муж, он не спит, у меня тоже есть в бизнес, где двое детей сможешь совместить, совместить себя и почему ты якобы должна, не ты как ты, а должна женщина родившая должна отдать себя всю материнству. И это есть перекос, от которого уходит через бутылочку. Но это не решает вопросов перекосов. И тот конфликт, который был с самой собой, да, почему я не могу там что-то в этом мире, он не решается рождением детей. Меня удивляет, когда ребёнок в животике, все мамочки бегают, ой, он не шевелится, уже час, пойду сделаю на всякий случай УЗИ, то есть вот эти переживания. А когда ребёнок родился, всё, вот тебе бутылочка, вот тебе отдельная кроватка. Ребёнок не может взять грудь, либо она считает, что недостаточно наедается, у них недостаточно молока в груди. Ко мне обращаются именно те женщины, которые хотят решить, у которых есть ценность грудного молока. Чтобы это было в удовольствие маме и ребёнку. Да, да. Бывают разные случаи. Бывают так, что от меня клиенты какое-то время кормят, потом случается что-то критичное, которое вызывает стресс. Сейчас есть распространённое заболевание, которое тоже влияет на грудное вскармливание. Какие-то сложности в общении с близкими, при котором приходится переходить на искусственное вскармливание, потому что молока либо физически нет, либо нет сил кормить ребёнка грудью. Но бывают разные ситуации перехода, так скажем, на искусственное вскармливание. Но о пользе грудного вскармливания вопросов не возникает. Виктория, мне всё-таки интересно, вы согласны, не согласны, может быть, частично согласны с тем, что грудное вскармливание невозможно заменить смесями на все 100%, что грудное вскармливание, что грудное молоко это самое полезное, что можно дать ребёнку? Наверное, всё-таки частично, потому что смесью, мне кажется, можно заменить. Ну, конечно, не все молоко находят микроэлементы, но частично может заменить и смесь молоко. Поэтому частично согласны с нами. А Виктория считает, что это вопрос индивидуальный. кто приходил, у кого проблемы с молоком, и они уже начинали подкармливать искусственным, но потом всё равно вернулись к грудному. Есть такие? Есть такие. Есть такие случаи. И ко мне, может быть, так особенно женщины обращаются, что они говорят со смесью очень сложно. То есть это нужно ночью вставать, это нужно ночью разогревать, это стерилизовать, это туда-сюда. Я думаю, это как раз позиция, Серафима. Серафима, согласны ли вы со мной, что вы считаете ГВ, это сложнее. Грудное вскармливание большинство женщин, я думаю, так что. Одному 4, другу 3 месяца. Ни один, ни второй не вставал ночью. А ночью просыпаться, это в норме. Она просыпается, когда пустышку потеряет. Тогда да. А вот чтобы она голодная проснулась, она не встанет. То есть всю ночь ребёнок спит? Да. Трёхмесячный? Да. А вы знаете, что когда ребёнок засыпает и долго спит, это может просто гормон стресса, такая защитная реакция, ребёнок засыпает и лучше не будет. Улыбается, довольный. Ходил в туалет, у него не болит животик. Всё замечательно. А по поводу, что каждые 3 часа кормления? Пожалуйста, днём, да, каждые 3 часа. Там начинается у нас в 10, и вот так вот от 10 у нас пошёл отсчёт. Вы выбрали искусственную смесь, потому что считали, что ГВ это сложно. Да. Это сложно, это тяжело эмоционально, и я сплю ночами, понимаете, я абсолютно счастливая мама. На грудном скармливании можно спокойно спать. Ну, просто я вам честно говорю, я же когда была беременна, я же не знала, что такое смесь, я не знала, что такое грудное скармливание. Я родила, до месяца покормила, мне абсолютно этот процесс не принёс никакого удовольствия. То есть я смотрю на ребёнка, думаю, зачем я это всё делаю? Ну, вот я не хочу так. С какими сложностями вы столкнулись? Абсолютно ни с каких. Кроме как вот диета и то, что ребёнок всю ночь на груди, я хочу поспать, просыпаюсь вся в молоке, вечно это молоко течёт, идёшь на тренировку, там тоже это молоко течёт, этих прокладок для груди не хватает. Одежду специальную надо, в конце концов, подбирать, покупать для специального состояния. Так может быть, это и есть экономия, про которую говорили? Я не хочу экономить на своём ребёнке, я могу купить ему нормальную, дорогую, себе. А на себе? Купить себе ту одежду, которая будет... понимаете, она некрасивая просто, вот с этими вырезами и прочей ерундой. Я одеваю то, что мне нравится. Серафима, согласны ли вы, что женщинам, которые переводят ребёнка на смесь, просто лень заниматься вопросом? Ну, налаживать ГВ, лактацию? Да. Неудобно. Вы боитесь ГВ, в принципе? Да. То есть бояться ГВ? Да. Боюсь, неудобно, не понравилось. А вот всё-таки, Раиса, если вспоминать всё, что сказала Серафима, что ей было реально неудобно. Есть женщины, которым больно, есть женщины, у которых дети аллергики, да, и они сидят там на диете из одной гречки, рыдают, впадают в депрессию и продолжают кормить. Согласитесь, что всё-таки добрая, счастливая, довольная мама малышу нужна гораздо больше, чем грудной малыш. Я думаю, тут вопрос не к Раисе. Нет. Мне кажется, тут вопрос к консультантам, которые бы помогли женщине разобраться со всеми этими вопросами. Это женщине надо разобраться с головой, почему я кормлю, всех детей я кормила, и всех я до сих пор кормлю, и я вижу, как мой ребёнок этим наслаждается. То есть вы считаете, что задёрганная мама в депрессии, там, на антидепрессантах, но которая даёт грудное молоко, это в любом случае лучше, чем спокойная, довольная мама, которая наводит ребёнку смесь. Это вы так решили. Нет, я сейчас уточняю вашу позицию. Это не моя позиция, моя позиция другая. И моя позиция заключается в том, что речь не в скармливании, да, грудное или не грудное, а в маминой голове. Почему у неё не может быть счастливого грудного вскармливания? И решая этот вопрос, можно очень хорошо, в том числе, улучшить взаимоотношения с ребёнком, как здесь и сейчас, найти наслаждение от грудного вскармливания. Можно ли сделать вывод, что грудное вскармливание это не для всех всё-таки? Грудное вскармливание не для всех. Не потому, что это не для всех. Вы со мной согласны или частично согласны? Ох, вот это очень скользко. Вы в какую сторону поворачиваете? Грудное вскармливание является нормой жизни, а применение бутылочек и искусственных смесей уместно тогда, когда это жизненно необходимо и связано с риском для жизни. Значит, вы частично со мной согласны? Вот если с этой позиции, которую произнесла, я согласна. Ну, получается, с моим тезисом вы согласны? Частично. Ну, да, пусть будет так. Сегодня у нас в студии те, кто уверен, что лучше молока матери ничего не может быть. Это я и моя команда. И мы. Те, кто считают, что польза грудного вскармливания слишком преувеличена у нас в обществе. Ева Гукалова не собирается выставлять свою грудь на показ даже для кормления ребёнка. Раиса Архангельская мать семерых детей всех кормила грудью. Виктория Зиновьева не планирует кормить грудью, чтобы не испортить свою фигуру и психику. Елена Лазаренко Слингомама Сторонник естественного воспитания и кормления. Серафима Воронова Своих двоих детей кормила смесью. Ольга Ступницкая Консультант по грудному вскармливанию В самом начале программы команды заняли категоричные позиции, считая свою точку зрения единственно верной. Во время обсуждений их мнения изменились. Виктория согласилась, что смесь лишь частично может заменить материнское молоко. Серафима признала, что ей, как и многим другим, просто лень налаживать грудное кормление. Категоричная Раиса частично согласилась, что грудное вскармливание не для всех. Поэтому ее куб стал желтого цвета. Чем закончится этот разговор? Скоро узнаем. Напомню, по итогам первого шага участники нашей программы были настроены довольно категорично. Одни были за и только за грудное вскармливание, а вторые считали, что выбор должен быть у каждой мамы первого группы какие-то сектанты. После второго шага ситуация изменилась. Ну что ж, давайте еще сближаться. Шаг третий. Участникам предстоит сделать шаг навстречу друг другу. Предыдущий настрой остается в силе. Дальше можно двигаться только вперед. И даже перейти на другую сторону. Кто готов услышать соперника, а кто будет отстаивать свое до последнего, покажет этот раун. Итак, Ольга, если ваша клиентка скажет, что грудное вскармливание выжимает из нее все соки, ей дискомфортно, она хочет бросить, вы ее в этом поддержите? Я спрошу, почему так произошло? И выясню причину, почему ей тяжело с грудным вскармливанием. И, наверное, порекомендую обратиться к другим специалистам. Не будете брать на себя ответственность? Не к специалистам по грудному вскармливанию, к специалистам, к психологам, к психотерапевтам. Нет, а если вот вопрос лежит исключительно в грудном вскармливании? Вот некомфортно ей, как Серафиме, просто вот, ну никак ей. Я считаю, что это выбор женщины. Поддержите. Свою позицию. Не будете ее убеждать. Я не буду ее переубеждать, потому что не в моих целях менять убеждения человека. Поэтому я оставлю при своем мнении человека просто, ну, скажу, поддержу ее в ее выборе. Это ее право. Делайте шаг вперед. Подвиньтесь немного, Ева. Ева, в городе организуют специальные места для кормящих матерей, закрытые от посторонних глаз. Вы готовы сделать спонсорский взнос? Да. Мне тоже шаг вперед. Если лучший невролог города скажет вам, что у вашего ребенка начались проблемы из-за долгого грудного вскармливания, вы задумаетесь о том, чтобы его свернуть? Нет, я не верю неврологам. Увы. Даже мысли не возникнет, наоборот, скорее. Хорошо, оставайтесь на своем месте. Виктория, а если вы не сможете подобрать смесь своему ребенку, и у него, например, будет аллергия на нее, вы решитесь кормить ребенка грудью? Ну, наверное, да. Ради ребенка. Делайте шаг вперед. Раиса, я так понимаю, у вас есть двойня, тройня, да? Да, и двойня, тройня. Вы пока справлялись, а если у вас родится одновременно пять детей, вы всех пятерых будете кормить грудью или все-таки рассмотрите возможность искусственного скармливания? Я поступлю так же, как я поступила с тройней. Я буду кормить всех до тех пор, пока это возможно и будет достаточно, а уже потом буду впускать дополнительные прикормы. Смесь или что-то еще уже покажет другие моменты. Вы просто мать-героиня. Оставайтесь на своем месте. Серафима, а если бы у вас был такой прекрасный консультант, как наша Ольга, и в результате вы бы не испытывали дискомфорта при кормлении, и это получили бы прекрасную удовлетворенную маму, прекрасно удовлетворенного ребенка, вы бы оставились на ГВ? Нет. Все равно бы перевела на Смесь. Почему? Мне не тяжело физически было, мне тяжело морально. Я не могла принять тот факт, что женщина может хромить грудью. Для меня это просто никак в голове не укладывалось. У нас уже двое перешли на другую сторону, остальные, в принципе, максимально сблизились. Я думаю, мы добились своей цели, вы друг друга сегодня услышали. Осталось только сказать это друг другу в лицо. Я вас услышала. Может быть, можете обняться, можете пожать друг другу руки, как хотите. Максимальная степень движения. Я вас очень рада. По сути, все дело не в груди, а в самой маме. Вот она сидит, сильная женщина, которая справилась с таким количеством детей, а я, по сути, не могла никак справиться с одним. То есть, да, я поняла, это моя лень, это мое упущение, и, наверное, скорее всего, если я рожу третьего, все-таки я попытаюсь покормить грудью. Очень странно говорить, обсуждать тему ГВ с девчонками, у кого нет детей, и кто еще не испытал этот опыт рождения ребенка, прилив грудного молока, и я надеюсь, что девочки нас услышали. Аргументы про то, что там много всяких микроэлементов, которые действительно необходимы ребенку, что там иммунитет будет слабже, меня убедило, что все-таки, может быть, стоит лучше кормить грудным молоком. Я поняла, что есть же моменты, когда надо покормить, это же уже, другой человек хочет есть, ну как бы надо, вот, ну я поменялась. Грудное вскармливание замечательно, классно, но это не единственный способ взаимодействия и общения с ребенком. Дать ему любовь и свою привязанность, и свое базовое доверие и принятие можно любыми другими способами.